Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 25 января в Самаре стартует 10-й лыжный фестиваль «Сокольи-горы». Какие трассы примут поклонников лыжного спорта? Кто сможет принять участие в соревнованиях? В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Сергей Леонидович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Новый год наступил. Новогодние праздники завершились. Мы отгуляли. Мы, в том числе, участвовали в различных спортивных соревнованиях. И, собственно говоря, начался новый спортивный год. Вот какие спортивные мероприятия нас ждут в 2024 году? Что уже начинается и что предстоит? Да, календарь у нас уже сформирован на 2024 год. Более 400 мероприятий, из которых 65 физкультурно-массовых и более 300 – это спортивные мероприятия по видам спорта. И вот с Нового года начались у нас соревнования по золотой шайбе, зимние забавы на площади Куйбышева. Такая зона была для спортивных активностей для жителей нашего города и гостей. Впереди летний сезон, в котором также для жителей города продолжит работать наша набравшая популярность акция «Самара в движении». Мы использовали для этого локации на набережной, на пляжной территории набережной, на площади Куйбышева, в парках Гагарина, в парках 50-летия октября. И в этом году мы рассматриваем увеличить количество таких точек бесплатных занятий, бесплатно доступных занятий. Хотим еще рассматривать сейчас вопрос о том, чтобы такая же точка занятий спортом была в поселке Управленческий. Поэтому календарь предусмотрен по 60 видам спорта. У нас различные виды и пляжные виды спорта, и традиционные все чемпионаты по футболу, волейболу, фехтованию, художественной гимнастике, шахматам, шашкам и всем видам единоборств. Практически на любой вкус. Да, но 60 видов спорта. Впереди зима, вот зимний сезон сейчас в самом разгаре. Это коньки, это лыжи. Пора проведения зимних видов спорта. Это и фигурное катание, это хоккей с шайбой. Конькобежный спорт у нас в этом году будет на площади Куйбышева. И лыжи, лыжный спорт. Его величество лыжи. Лыжня России будет проходить в феврале. Ну а в преддверии ее мы проводим уже ставший таким традиционным, десятый юбилейный в этом году, лыжный марафон «Соколи и горы». И в этом году он будет проходить три дня. И поэтому он в таком фестивальном формате. Оно называется фестиваль теперь-то. Да, фестиваль, потому что у него три дня, которые будут проходить гонки на разных, разными стилями. Ночная гонка будет 25-го в четверг, свободный стиль. 27-го у нас в субботу свободный стиль, марафон. И 28-го классический стиль, тоже гонка на 30 километров. Но чуть позже мы расскажем о том более подробно, какие дистанции будут проходить в каждый день. Это вот ваши коллеги расскажут. А, кстати, это же бренд, насколько я понимаю, вообще сейчас региона. Причем такой федеральный настоящий бренд. Вот об истории соревнований расскажите. Это что вообще? Как началось? Ну, «Соколи и горы», да, из простого лыжного марафона. Он стал уже таким серией стартов. Он включает в себя не только лыжный марафон, но и летом легкоатлетический кросс и велокросс на велосипедах. Поэтому приезжают на наши старты со всей страны. Мы ожидаем вот на эти лыжные старты до тысячи участников из различных регионов нашей страны. И это действительно уже не просто соревнование. Это туристический, такой огромный туристический потенциал развивается в нашей области. Это полноценное туристическое мероприятие. Тысячи участников, это, в общем-то, надо еще собрать. Я согласен с вами. Вот, кстати, насколько я понимаю, наверное, один из сложных моментов был, это когда был вот этот период ковидных ограничений. И вот сейчас, я так понимаю, что вот наконец-то все снято, и мы можем полноценно использовать вот все возможности лыжных гонок. Правильно? Да, совершенно верно. И вот возвращаясь к вашему вопросу об истории марафона, то возродился он, ну, очень известен ранее был Куйбышевский марафон. Потом он прекратил свое существование, несколько лет не проводился, и в связи с различными там причинами, но в 2015 году именно вот было внесено предложение о том, чтобы возродить Куйбышевский марафон. И хотя он проходил ранее по реке Волга, по замерзшей реке, то в 2015 году мы выбрали местом проведения лыжную базу Чайка в окрестностях Соколья-Гор, и отсюда и название получилось Соколья-Горы. Состоял он раньше только из марафона, 50 километров у мужчин, 30 километров у женщин, но впоследствии он развивался, марафон наш. Кроме свободного стиля мы добавили день, когда соревнуется классическим ходом, и впоследствии ночная гонка тоже добавилась, получился вот такой фестиваль. Ночная гонка тоже отдельно раньше проводилась, но вот в таком формате фестивальном, когда ночная гонка, свободный стиль классика, мы вот добились того, что сейчас получилось. И что еще хочется отметить, то, что ковидные ограничения, которые внесли, конечно же, свою релепту в то, что развитие несколько было заторможено. Но лыжный марафон не прерывался ни на один год. Потому что лыжники самые здоровые люди, их ни одна зараза не берет на самом деле. Потому что многие соревнования были отменены, в том числе и самарский легкоатлетический марафон наш такой, на кубок главы города, который самый многочисленный по участникам и по составу, и по масштабу. Потому что самарский лыжный марафон не прерывался ни на один год. И даже в трудные ковидные времена, конечно, приходилось ужиматься, приходилось ограничивать. Да, вот тогда мы перестали проводить трехдневный марафон. Мы сохранили только тогда свободный стиль, один день. Но сейчас, с этого года, мы можем... Полноценно? Полноценно. Да, потом еще был ремонт лыжной базы «Чайка» в связи с строительством лыжероллерной трассы. Она тоже нам мешала полноценно объявить о том, в каком формате будут проходить соревнования, какие дистанции, какие трассы. Потому что не понимали тогда ход завершения строительства, в каком состоянии будет объект. С этого года можно смело утверждать, что нам практически ничего не мешает для того, чтобы полноценно подготовиться и порадовать всех любителей лыжных гонок красивым стартом, красивыми медалями, хорошим настроением и своими успехами и победами на лыжне. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Затем мы с вами уже, я вам скажу, до свидания, попрощаемся и продолжим нашу беседу, продолжим обсуждать «Соколь и горы» уже с новыми участниками. Давайте посмотрим сюжет. Три подруги Яна Макарова, Дарья Давыдова и Елена Малиночка – участницы корпоративного забега лыжного марафона «Соколь и горы». С физкультуры они на «ты» на лыжню уходят регулярно. Пропустить международные старты на базе учебно-спортивного центра «Чайка» никак не могли. От соревнований ждут только позитивного настроения, за медалями не гонятся. Я лыжник по любви. Мне нравится классно ездить быстро на лыжах. За эту зиму первый раз, потому что не было снега. Но вот как только он выпал, сразу вперед. Удовольствие получить. Победу навряд ли я-то точно. Это азарт, это спорт, это свежий воздух, это потрясающие эмоции. Начнем с этого, а там посмотрим. В девятом лыжном марафоне «Соколь и горы» участвуют спортсмены от любителей до профессионалов. Более 600 человек. На старт выходят любители лыжного спорта со всей России. Соревнования включены в серию, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны страны. Лыжня проложена по лесным просекам в окрестностях «Соколь и горы». Это место привлекает спортсменов своим уникальным природным ландшафтом. Вместе с Жигулевскими горами «Соколь» образуют так называемые «Волжские ворота» с неповторимым рельефом и великолепными видами. Финиш определил чемпионов и призеров на дистанциях 3, 11, 17, 34 и 50 километров свободным стилем. Это действительно бренд региона. И вот сегодня в очередной раз мы проводим лыжный марафон «Соколь и горы», на который съезжается огромное количество участников с различных субъектов Российской Федерации. Немножко малоснежно у нас в этом году, но мы все сделали на новой лыжероллерной трассе, обновленной базе «Чайка», для того, чтобы этот марафон состоялся. Но надеюсь, в новых условиях, на новой гомологации всем участникам будет комфортно. И, как всегда, марафон пройдет на очень высоком уровне. Впервые в этом году была использована новая система хронометража по определению рекордсменов, чемпионов и призеров марафона «Соколь и горы». Она применяется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. Отличие от предыдущей системы в том, что участников гонки отслеживают в режиме реального времени, а персональный результат высылают на телефон по окончании соревнований. В нашей студии Антон Сирота, директор ОНО, Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волга-Мэн» и Екатерина Чуйкова, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр 2010 года, чемпионата мира, кубков мира, чемпионка России, обладательница Кубка России и директор бюджетного муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Олимпийского резерва» имени Ольховского, номер 11. В данном случае еще и главный судья фестиваля «Соколье-горы». Екатерина Александровна, Антон Валерьевич, здравствуйте и спасибо, что нашли время прийти к нашу студию. Итак, давайте поговорим поподробнее про фестиваль, который, собственно говоря, уже завтра начинается. Какие гонки входят в фестиваль и почему именно вот они? У нас в этом году три гонки. Ночная гонка, которая будет проходить 25 января. 27 января будет свободный стиль и 28 января классический стиль. Три гонки. Вот ночная гонка, я обратил внимание, начало в 18 часов. Но, тем не менее, ее можно, скажем так, и де юре, и де факто, назвать ночная, то есть уже темно. Темно. Потому что, в моем понимании, ночная это в 12 часов, когда вот низги не видно, и вот все пошли потихоньку там по лесу. Да, но это название, оно такое, скажем так, аббревиатурное. Получается, мы выходим на старт в темное время суток. Дистанция будет проходить по лыжеролевной трассе. Она в этом году будет еще и освещена. Поэтому мы отменили обязательные условия наличия налобного фонарика. Но это будет такая атмосферная история, потому что днем катиться это одна. Один, скажем так, кайф, да. А если ночью выходить на старт, ну, вечером, скажем так, то это другая обстановка, другие пейзажи, по-другому все это выглядит. Поэтому ночная гонка 6-12 километров. Я думаю, что участники по достоинству оценят нашу новую трассу и, соответственно, покажут свои лучшие результаты. Екатерина, а, кстати, вот скажите, как профессионал, вот ночью, ну, вот, или, скажем так, существуют в профессиональном спорте ночные гонки? И насколько сложнее ехать ночью? Скорость меньше, больше? Потому что, ну, как вот я могу предположить, наверное, видимость-то все равно другая. Это так же, как едешь, когда на машине, немножко по-другому себя ощущаешь. Ну, в любом случае, когда у нас проходят тренировки по лыжным гонкам, у нас проходят две тренировки, если мы говорим про профессиональных спортсменов. Первая тренировка – это утром, в светлое время суток. И вторая тренировка – это вечернее время, это примерно с 4 до 6. В силу того, что это зима, это, естественно, получается вечернее время. И мы тренировались либо по освещенной трассе, где непосредственно включают фонари, как сейчас у нас на лыжной базе «Чайка». Либо это налобные фонари. Вот. В любом случае, скорость от того, что меняется время суток, она не теряется, не меняется скорость. Но сам факт, что ты едешь в темное время, конечно же, добавляет тебе определенных навыков скольжения со спусков, прохождения поворотов и так далее. То есть, ну, естественно, это более опасное время для тренировок, я имею в виду в плане техническом. Но если спортсмен действительно стоит на лыжах, он профессионал, даже любитель, то это, в принципе, не составляет никаких сложностей. Потому что освещение искусственное, оно есть. Либо фонари, либо налобное освещение. Поэтому никаких сложностей у наших спортсменов с прохождением трассы мы не видим. Ну, это очень атмосферно, действительно. Потому что ночь, лес, и ты на лыжне. А кто может принять участие в соревнованиях? Вот это для кого эти соревнования? Для профессионала, для любителей, для всех? Соревнования для всех. Любители, профессионалы. У нас различные дистанции на любой уровень подготовки спортсмена. 2,5 километра, 6 километров, если мы говорим про ночную, там 12 километров, те, кто поопытнее. Если мы обсуждаем свободный стиль, то там также и 2,5, и 10, и 30, и 50 километров в марафон, который будет проходить в субботу. Это основное мероприятие данного фестиваля. Ну, это, собственно говоря, наверное, вот такая классическая трасса, лыжные гонки, 50 километров мужчины. Это вот как бы, ну, даже тут добавить нечего. То есть это вот такой настоящий хардкор. То есть вот жесткий... Королевская дистанция. Королевская дистанция. На кого можно, ну, в хорошем смысле слова, полюбоваться, например, на технику. Потому что когда лыжник едет красиво, ну, вернее, сформулирую по-другому. Когда лыжник едет технично, это очень красиво. Это вот прям красиво, красиво, красиво. Дело в том, что в этом году мы ожидаем порядка участников с порядка 150 городов России, Российской Федерации. 150. Да, плюс мы сейчас уже видим, что заявляются достаточно рейтинговые спортсмены в наш марафон. Ну, то есть рейтинг, скажем так, по рейтингу «Раша лопит». То есть те, которые участники финишировали на различных марафонах страны. То есть это и Деминский марафон, и различные марафоны, которые входят в серию «Раша лопит». В ближайшее время мы объявим призовой фонд, в котором, соответственно, укажем денежные призы. И я думаю, что количество участников возрастет. Потому что в этом году наши партнеры дарят достаточно серьезные деньги тем, кто выиграет гонку. Причем мы награждать будем в шести номинациях. Первые шесть мест на 50 километрах у мужчин и первые шесть мест на 30 километрах у женщин с свободным стилем. Поэтому ожидаем большое количество профессионалов, любителей в нашем городе Самара на лыжной базе «Чайка» на Соколе-горах. Кстати, вот я понимаю прекрасно, что, конечно, профессионалу-любитель, ну, любителю сложно состязаться с профессионалом. Вот, Екатерина, но вопрос, тем не менее, вам. Вот он дилетантский, на самом деле, но тем не менее. Вот может такой, ну, скажем так, накатанный, хорошо натренированный любитель, ну, может быть, любитель, который в прошлом спортсмен, и который продолжает тренироваться, но сейчас Де Юра, он любитель. Ну, составить конкуренцию профессионалу, действующему спортсмену, или все-таки в лыжном спорте это, ну, почти нереально, потому что, ну, профи и любитель, даже вот регулярные, системные, жестко тренирующиеся, это все-таки разная история. Ну, наверное, я скажу, что если это профессиональный спортсмен, то в первую очередь для него это не хобби, как для любителей, да, который после работы приходит и может отдушину найти там, да, на лыжной базе или там на дорожке беговой. То есть для профессионального спортсмена в первую очередь это его профессия. И, естественно, все свое свободное время, все свои силы, энергии он отдает этому делу. Поэтому говорить о том, что любитель может обогнать профессионала, ну, в равных условиях, наверное, нет. Вот. Ну, бывают, наверное, всякие случаи, когда, ну, это, знаете, из ряда вон выходящие. Ну, понятно, раз в тысячу лет и палка стреляет. Да, что-то может быть. Но так, если говорить объективно, то все-таки профессиональный спортсмен, он на то и профессиональный спортсмен, что он отдается этому полностью. Ну, согласен. Кстати, тогда вот продолжение вопроса. Ну, вот насколько важно любителю покататься рядом с профи, вот с профи высокого уровня, это помогает вот личному техническому росту, вообще как бы психологически поддерживает. Потому что, когда рядом с тобой едет там, ну, участник Олимпийских игр, понятно, что ты будешь стараться за ним хотя бы продержаться какое-то время. Однозначно, конечно, да. Для этого проводятся мастер-классы всеразличные, когда приглашаются профессиональные спортсмены, и, соответственно, они делят своими навыками, своим опытом со спортсменами-любителями, с начальной подготовкой детей. Конечно, это очень бодрит, и это мотивирует и подрастающих поколений. И людей-любителей, которые сейчас в спорте. Таких примеров у нас очень много. Когда приезжают спортсмены высокого класса, и приходят любители спорта, не только там начальная школа спортивная, юношеская школа, приходят ребята там 25-45 лет, и они с огромным впечатлением смотрят на этих выдающихся спортсменов и черпают у них все их познания, которыми они делятся. Щедро. Вопрос тогда тоже, который логично задать. Стоимость участия какая будет? Стоимость участия у нас от, ну там в зависимости от количества дистанции. То есть у нас есть бесплатная. Понятно, что очень сложная организация, плюс призовой фонд, поэтому сразу спрашиваю. Да, бесплатная дистанция 2,5 километра. А, есть бесплатная дистанция. Любой желающий. Для человека, который вот хочет прийти, подышать свежим воздухом. Прокатиться. Да. Раскрыть грудь легким, чтобы продышались у него. Более того, для бесплатной дистанции у нас все те же атрибуты практически, как и для платной дистанции. То есть дается майка, манишка, скажем так, с номером. Ну, как стоило. И чип хронометража, по которому человек может отследить свой результат, далее увидеть информацию на сайте Раш Раник или на сайте Раш Лопит. Стоимость участия варьируется от 1900 рублей до 1900 рублей на начальном этапе. Ну, и далее она, соответственно, поднимается в зависимости от... Ну, понятно, в зависимости от сложности. В зависимости от приближения к финалу, скажем так, уже регистрации. Но это и соревнования профессиональные, потому что вы сейчас сказали сами, что серьезный призовой фонд. Во-первых, серьезный призовой фонд. Во-вторых, соответственно, подготовка лыжной трассы. В-третьих, соответственно, у нас будет пункты питания, на которых будет представлен морс, изотоник, чай. Различное питание для марафонцев. То есть это все профессионально, вот прямо на высоком уровне? На высоком уровне. И в финале, после того, как преодолеют участники гонку, их ждет горячий обед для марафонцев 50 километров, для марафонцев женщин 30 километров. Для всех остальных чай, морс, пожалуйста. Можно будет попить, покушать и... То есть неважно, какое ты место занялся, ты обязательно на корм. То есть голодным не уйдешь. Но все финишеры на дистанции получают, кроме дистанции 20,5 километра, получают памятную медаль. В этом году она будет такая красивая, двухслойная, яркая, 9-сантиметровая, большая, на которой будет указано, соответственно, человек может указать свои результаты финиша, сделать гравировку и так далее. В общем, все достаточно на хорошем, высоком уровне. Да нет, это на очень высоком уровне, потому что эта медаль, на самом деле, это память на всю жизнь человеку. Может быть, когда ему будет там много-много лет, и он будет еще продолжать кататься на лыжах, он посмотрит и скажет, а вот когда-то было время, я на соревнованиях. Более того, я хочу сказать, что в этом году мы решили проблему с туристической трассой и со спортивной трассой. То есть все соревнования будут проходить в пределах лыжной базы «Чайка». Мы не будем заходить на туристическую трассу, поэтому жители города спокойно могут в этот день покататься рядом, скажем так, с профессионалами, но на соседней трассе. Спортивная трасса будет вся занята под соревнования. То есть нижняя поляна, верхняя поляна. Не пересекаются. Круг 10 километров, не пересекаются. Зрители могут спокойно выйти на трассу в определенные места, поддержать участников. Более того, скорее всего, у нас еще будут стоять такие музыкальные точки на определенных моментах, где участники будут заряжаться бодрой музыкой. То есть можно потанцевать на лыжах? Ну, кто сможет, да. Погода вроде бы обещает быть достаточно хорошей. Да погода отличная, потому что снег прошел как раз сейчас. Снега очень много в этом году. Это хорошо. Да, поэтому будет все хорошо. Антон, я думаю, что нужно еще сказать про справки, потому что задают вопрос по количеству человек и кто может участвовать. Я думаю, что про наличие справок нужно тоже сказать. Да, у нас обязательно допуск врача. Ну, конечно, это соревнования, да. Да, обязательно допуск врача на лыжную, потому что многие люди, которые у нас бегают на наших соревнованиях, на серии «Волгомэн», «Волгомэн», в них есть справки для участия в беговых соревнованиях. Да, но в данном случае необходима справка для участия в лыжных соревнованиях. После того, как человек получит эту справку, он уже будет прийти и получить номер, соответственно. И выйти на старт уже возможно будет только при наличии допуска врача. Кстати, вот раз соревнования на таком высоком уровне, на них можно выполнить разряды? Ну, например, мастера спорта? Нет. На этих соревнованиях выполнить нельзя, потому что это физкультурно-массовое мероприятие. А, все-таки физкультурно-массовое мероприятие, которые... Но, тем не менее. Но, кстати, в этом и прелесть. С другой стороны, где еще любитель, вот я всегда говорю, прелесть в чем? Любитель может ехать рядом со спортсменом... Прикоснуться уже к спортсмену профессионально. ...высокого профессионального уровня. Кстати, Екатерина, вот вопрос к вам тогда. Вы-то вот, ну, видели в лыжном спорте абсолютно все. И вы видели соревнования самого высокого уровня. Вот если вот ретроспективно так посмотреть, самарские соревнования, вот Соколи и Горы, например, вот в этом ряду, как они смотрятся? Насколько достойно? Потому что понятно, что существуют такие великие там лыжные страны, но Россия как бы тоже великая лыжная страна. Вот в этой связи, как мы? Ну, в целом, Соколи и Горы на профессиональном уровне по подготовке самого мероприятия выглядят неплохо. Действительно, у нас сама разрекомендовала себя как город, который может проводить такие мероприятия на высоком уровне. Вот. Но есть, конечно, ряд тех вещей, которые хотелось бы добавить в проведение этих соревнований, ну, по объективным причинам. К сожалению, это невозможно сделать. Ну, например, допустим, привлечение каких-то партнеров. То есть хотелось бы привлекать партнеров, которые были бы также заинтересованы в проведении этих соревнований. Ну, это уже такая... Детали. Да, такие детали, которые можно, в принципе, не поднимать вот здесь, как бы на всеобщее обозрение. Но я про то, что уровень подготовки Соколи и Горы, он достаточно хороший. И поэтому сюда приезжают и профессиональные спортсмены. Да, вот качество трассы, качество организации судебных, действия, питания. То есть вот то, ради чего спортсмены выходят. Вот это вот, ну, на каком вот это? Это уже такой, по-моему, международный уровень, по большому счету. Ну, не то чтобы международный, но уровень подготовки лыжной трассы, он действительно на хорошем уровне. Потому что есть все условия и есть техника, которая может подготовить трассу на высоком уровне. Это рет-реки. Вот. А что касается питания, пунктов питания, то организаторы тоже делают все возможные, чтобы из года в год эти пункты питания становились лучше. Количество людей, волонтеров, которые обслуживают эти пункты, тоже всегда в приличном состоянии. То есть нет такого, что там стол стоит отдельно, и спортсмены бегают сами по себе. То есть все заняты делом, и каждый знает свою работу. Вот. Поэтому, еще раз повторю, что уровень подготовки, организация этих соревнований достаточно на хорошем, высоком уровне. Да, в этом году мы сделаем достаточно большое количество указателей по трассе. Повороты, опасные спуски, будет очень много маршалов по трассе, которые будут сопровождать гонщиков. Ну, чтобы... Подсказывать, помогать. Не дай бог, что-то произойдет, да. Ну, конечно, 50 километров, это же тяжелая трасса. Да, потому что, да, это 10 километров, круг, 5 кругов, достаточно непростые наборы высот, так как все-таки Соколи-Горы, они так и называются, Соколи-Горы, потому что спуск, подъем, спуск, подъем. Вот. И я думаю, что в этом году, кстати, вот Екатерину добавлю, да, уже крупные партнеры начинают к нам приходить. Отсюда и получается призовой фонд. Который позволяет приглашать звезд. Да, хотелось бы еще больше, но мы над этим работаем. Я уверен, что, потому что последние несколько лет призовой фонд был достаточно такой... Ну, последний год у нас вообще не было призового фонда, потому что не было партнеров. Ну, понятно, да. И была сложная история с подготовкой, да, ковидная. То есть, а сейчас партнеры возобновляют с нами сотрудничество, потому что они видят динамику. Эффект. Да. И они видят того, что, как бы, город, администрация городского округа Самара, соответственно, все департаменты спорта нацелены на развитие и лыжного спорта, ну, и бегового спорта в том числе. Количество участников растет, и мы благодарим, естественно, администрацию за помощь и поддержку данных соревнований, потому что без поддержки такого уровня провести соревнования на данном масштабе было бы очень сложно, но практически невозможно. Поэтому особая благодарность нашей администрации за то, что позволяет нам делать это и приглашать к нам в Самару участников, которые уверены вернуться еще не раз и покажут свои лучшие результаты на наших трассах. Полтора минуты осталось, вот короткий вопрос. Детей будет много в качестве зрителей, участников и так далее, потому что, ну, как бы вот, какое еще мероприятие не может популяризировать лыжный спорт, вот как вот такое? Ну, на два с половиной километра у нас есть, соответственно, возможность детям прокатиться, там просто от определенного возраста, но мы приглашаем всех родителей, детей просто прийти, посмотреть, поддержать, чтобы зарядиться этим духом соревнований, посмотреть, как это происходит. И вот, например, мои дети в этом году все встали на лыжи, и мы поехали уже по лыжной базе «Чайка». Ну, еще с таким. Да, да, да. Ну, просто, да, иногда у нас просто основной вид все-таки сноуборд, но в этом году вот целенаправленно мы встали на беговые лыжи, чтобы... Одно другому не мешает. Да, чтобы они прочувствовали эту историю, и даже у них были там какие-то между собой соревнования, между соседями, поэтому приходите, приводите детей, даже если они не поют на лыжах, просто посмотреть. Покажите, как это выглядит. Да, это просто праздник, действительно, для всей семьи, для всего города, поэтому мы всех приглашаем, желающих, любителей спорта, просто активного образа жизни, посетить наше мероприятие. Мы уверены, что оно вам очень понравится. Спасибо за интересную, содержательную беседу, и встретимся, собственно говоря, на лыжне. Спасибо. Обязательно. Напоминаю, в нашей студии были Антон Сирота, директор ОНО, Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волга-Мэн», и Екатерина Чуйкова, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр 2010 года, Чемпионата мира, Кубков мира, чемпионка России, обладательница Кубка России и директор бюджетного муниципального учреждения дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва имени Ольховского, номер 11. Все на лыжню, приходите, увидимся, всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова